Доброго дня! Починаем обзор в эпицентре. Ребята, всем привет! Я вас вытянул из выворки, из такого, ну выворка. Написано бак 1260 гривен. У меня тоже такая была, у бабушки стояла под умывальником. Когда не было воды, у нас часто не было воды, не знаю почему, и мы отсюда черпали воду. Ну, скопитить чайник, что-то сварить, а если там смыть туалет, у нас стояла в ведрах вода. 1260 гривен, друзья, стоит такая баночка. Ух ты, какие кастрюли! 1300 гривен, тоже красивее. Столько всего интересного. Попривозили, ребята, банка для сыпучих. Очень красивая банка. Держу, чтоб не уронить, потому что, если отобьется этот кристалл Сваровский, очень красивая баночка. Железная, кстати, 850 гривен. Вот такая вот средняя банка и 909 гривен, чуть побольше. Кстати, можно собрать целый, как говорится, сервис. А, они даже прорезиновые. Да, да, вот здесь невидимая резина. Невидимая, прозрачная невидимая. Вот, ковшики разные. Но это уже такую богатую кухню дорогую. Ребят, еще раз говорю, видео для релакса можно тоже сказать. И если вы ставите дизы, еще раз вам скажу, это ваше право ставить лайки, дизлайки. Ваше право. Ну, если уже поставили диз, то напишите хоть, за что вы поставили диз. А если вы хотите поставить эпицентру диз, то зайдите на их сайт и там ставьте дизы эпицентру. А мне можете поставить, за мою работу для вас, которую я делаю, можете мне поставить лайк. Я вам буду очень-очень благодарен за это видео, которое я стараюсь снять. Гляньте, какие ковшики. 575 гривен. Да, цены, конечно, немножко зашкаливают. Турка. Здесь мы с вами были, поэтому пойдем чуть на другую утварь, как говорится. Гляньте, одуванчики, какие классные. Одуванчики, одуванчики. Любят девочки, любят мальчики. Целый стол разных-разных досок. Гляньте, бамбуковая доска. 200 гривен, 200 гривен. Уже с силиконовыми этими подкладками. Это хорошо, знаете что? Не будет скользить. Потому что у меня есть деревянная доска, и она неровная. Я ее кладу на стол, и она у меня, когда я начинаю что-то резать, она у меня люляется. Стороны в сторону, как будто я качаю на досточке мясо. Так, 190. Гляньте, какая это доска. Премиум прям. С отвором. Господи, с отвором. Нужно сначала разобраться, на каком языке написано. 223 гривны. Так, и тут бамбуковые есть. Знаете, я знаю, что в таких дорогих ресторанах на дубовых досках подают мясо. Ну, такие чуть дешевле. 120. 120. Это прям новинка. Прям новинка. Наборы ножей. 200 гривен. Ой, что-то мне напоминает это АТБ. Как будто из АТБ что-то такое, да? Набор ножей Маруся. 200 гривен. Доброе. Это что у нас? А это у нас коврик для раскатки теста. Кстати, такой цвет классный. Мятный и такой вот фиолет. Сколько? 200 гривен. Ух ты! И вот это тоже для раскатки теста. Скалка. С такими этими пандами. 230 гривен скалка. Так, а вот, кстати, этот кто-то вытянул. Вот пустая коробка от него. Но я вам скажу, что качество может такое, как АТБ. Вот эти шо по 100, да? Так, открывайся. Пристало все. Мне кажется, то точно такое же качество. Может, я ошибаюсь. Но если точно такое же качество, то это дорого тогда. Или вот это, вот этот, отсюда. Уже точно не знаю, запутали меня. Может, отсюда. Из этой пустой коробки кто-то смотрел. Так, вот есть еще какие-то коврики по 138 гривен. Чуть подешевле тоже в разных этих... Ой, а вот это шо? Капкейк. Что это такое капкейк? Интересное. Мне интересно. Силиконовый капкейк. А это, наверное, подставка под горячее. Правда? А ну, читаем. Так. Ангуй Лайт Индастрис. Ну, все понятно. Все понятно. Прикольный такой. Ну, шо это такое, а? Вот этот капкейк. Кто мне скажет? А это шо? Тут еще какой-то капкейк есть. Другой расцветки. И еще что-то я тут увидел, мелькнуло. Нет, это все капкейки. Только разные формы, да? Походу, да. Ну, шо это такое? Ну, скажите мне. Это подставка под горячее? Силиконовая прихватка-педставка. А, ну, теперь понятно. Я вам скажу, расцветка очень красивая смотрится. Интересная такая. Кстати, знаете, какая хлебница? А сколько это капкейк 64? А хлебница 850 гривен. А как она открывается? Тут, может, кнопочка есть какая-то? Секретная. Гляньте, она не открывается. Ну, шо это такое? О, магнит. Вы поняли, ребята, это на магните. Я понял. Это на магните. Добрый. Ой, так интересно, как будто в магазине АТБ мерный стакан стеклянный, 184 гривны, но он какой-то маленький, на пол-литра. Ну, хотя можно два раза налить, и будет литр. Два раза по пол. Ситочку по 42, по 42 гривны для чая. Ложечка для меда по 22 гривны. У меня есть деревянная. Так, еще одна скалка по 200 гривен. Добрый. Ой, вот это хорошая штука, скажите мне. Набор из двух рукавиц для мытья посуды. Ух ты, вот это классная штука. У кого есть? Так, хозяюшки. Хозяюшки, буду ждать ваших комментариев. У кого есть такие рукавицы для мытья посуды? Ну, пишите, пожалуйста. 193 гривны. Тут в разных цветах фон. Такие фиолетовые, мятные и морковные. Немного дороговато. Мне кажется, если бы такой товар был, он бы разошелся на ура. И мне кажется, он бы дешевле стоил. Не, ну классно придумали. Наливаете себе в ладошку средства для мытья посуды и начинаете мытлозить всю свою посуду, как машинка для мытья посуды. Боже. Добрый. С этой стороны у нас чистилки по 23 гривны. Вот такие для всего. Овощи-стилка. Так, это у нас подставка круглая для кухонных принадлежностей. 130 гривен. Вот так она выглядит без этикет, без целлофана. На ложки, на вилки, на ножи. Понятно. Добрый. О, кстати, вот, что один остался. Это вот такая штука, которая защищает от брызгов. Но девчата, хозяюшки мне писали, что оно нифига не защищает. Ничего оно не защищает. А я так думал, знаете, вот возьму такую штуку. Конечно, тут гляньте, какие эти дырки. Тоже все равно пролазит этот брызг. Все равно они пролазят. Пролетают. Дайте пройдем. А это что? Это, это, а, это доска. 900 гривен для нарезания доска. Сколько? Нема цены. Нема. Ну, добрый. Нема, значит, нема. Так, формы по 362. 2 гривны 24 сантиметра. Добрый. Тут есть много товаров, которые я не знаю, что это. Черпак силиконовый. Странно. Силиконовый. Хайбудэ. А это для чего? Вот это вот дырочки. Тоже какой-то черпак силиконовый с отверстием. Гляньте, тоже силиконовый. Надо же. Так, это шумовка. Вот мне нравятся, которые вот такие вот штуки, которые не портят кастрюли. Потому что если вот железная шумовка, обжелезную кастрюлю, этот звук еще, оно и портится все. Оставляют царапины. Ладно, двигаемся с вами дальше. Хотел вам вот эти вот показать. Помните, раньше в СССР вот эти тазики были. В дальнем, далеком, в дальнем, далеком 80-х, 70-х годах. 580 гривен такой таз. Вот смотрите, какие кастрюли. 280 гривен. Металл. А раньше такое вот все было. Ой, ого, ребята, у меня точно такой же был. Вот такой вот маленькая была. И бабушка варила сестрички каши разные. Хотя, наверное, и мне тоже варили, когда я был маленький. Я же не помню. По наследству. Сначала мне кашку, а потом сестрички варили кашку. Так, 150 маленькая, да? А вот это 280. Ну, тазики вообще меня возвратили такое. Знаете, что я вспомнил? Я сразу вспомнил фильм. Почему-то мне напомнил девчата, как она варила в этих тазиках. Разливала им еду в морозные эти дни. Кормила все это. Вот это вот классные штуки для перемешивать салаты. Новый я брал в Икеа дешевле. Да-да-да. Это для спагетти, друзья. Кто не знает, что это такое, я тоже не знал. Вот это очень хорошая штука. Вытягивать спагетти, накладывать порционно в тарелки. Если где-то увидите, не знаю, там в купеючце, в Авроре, или еще где-то в каком-то другом магазине, если в АТБ будет, обязательно возьмите себе вот такую вот штуку для спагетти. И не будете мучиться, забудьте, что такое вытягивать спагетти из тарелок, из кастрюль. Хорошая штука. Да. Это вам, говорю, проверено. Добрые, добрые. Самая бюджетная. Это фирма АП в эпицентре. Фирма АП. Такие по 55 на любой вкус. Лопатки. Эти уже чуть... А, даже дешевле 44. А эти по 44. 44. Ну, Тефаль... Тефаль я молчу. Хотя до войны я покупал все Тефальевское. И он стоил не 100 гривен, как он сейчас стоит, а он стоил, вот я сейчас скажу вам, 60 до 60 гривен. Я собирал всю коллекцию Тефаль. У меня и ложка Тефаль, и эта шумовка Тефаль. Ну, короче, все Тефаль. Добрый. И какие-то штучки есть из Икеи. А это для банок, да? Да, это для банок. Когда консервируете, достаете. Тефальтик. Хорошо. Такие кастрюли большущие. Сколько тут? Пятилитровые, 400 гривен. Молотки для отбивания столов. Смотрите, здесь толще, а здесь тоньше. 400 гривен. Но это железный. Есть, есть пластиковый. Есть деревянный. Для пельменей за 30 гривен. Пельменница пластиковая и за 80 гривен железная. Вот, пожалуйста, пластиковая отбивная. Сколько? 70 гривен. Если дорого за 450, можно купить вот такой. Отбивать отбивнушки. Так, куча деревянного. Деревяшек. Наборы. Деревянные тоже очень классно смотрятся. Но я знаю, если их оставить, где-то чуть-чуть подгорит. Чуть-чуть жиром где-то просочится. И уже, так знаете, не очень. Хотя. Хотя. Конечно, есть бюджетные. Пойдете на рынок. Там дедушки, бабушки продают вот эти все деревянные за копеечки. За 10 гривен барейдонечка скажут вам. И вот можно брать. Так. Сито, сито, сито. Да, за красоту нужно платить. Красивый набор такой. Гляньте, как компактно все уложено. Как компактно все стоит. Раз. И все. И все на одном месте. Да? Красиво. Все штучки. И для спагетти, и шумовка, и черпак. И все, что вам нужно. И вот этот классный бирюзовый мне понравился. Ну, цены, видите, самые-сами я даже не называю. Красивый. Что файн, это файн. А как он держится, я не понял. На чем он держится? На магнитах или что? Гляньте, ребята. Я не понял. Тут же нету за что вешать. Вот так друг за дружку. Точно друг за дружку вешается. Видите? Вообще прикол. До чего техника дошла? Это не техника дошла. Это я до вас дошла. На лыжах. Ого. Вот так вот. Все. Представляете? Тут ничего нету. Просто вот так вот на магните. Чик-чик-чик и все. А гляньте, какие цветы нашел. С цветами на кухню. Посуду мыть. Гляньте, стоило 170, сейчас 50. Короче, как им пользоваться, это нужно научиться. Но то, что это вот эта губка, мыть посуду точно. Щитка для выдаления... А, щитка для выдаления пылу. Я понял. Ага, понятно. Зразумело. Вот так вот она должна быть. Щитка для выдаления пылу. Боже, что я только не придумаю. Ой, класс. И она же вытягивается, да? Или как? Или как? Вот так вот вытирается. Так. Доброе. Вешаем обратно. Гляньте, какой ёршик. 76 гривен. Тоже цветочек. Тоже мыть посуду. Баньячки всякие там. Ну, можно ванну. Умивальник, не знаю. Кстати, меня... До войны ещё приглашали на съёмку. И потом всё как-то это... Всё забылось, потому что... Ну, началась война и всё. Всё-всё-всё-всё пропало. Этот... Ну, отдел по... Кто работает с покупателями. Мы должны были снимать вместе. Эту... Ну, видео я должен был снимать. Все вместе. Договориться. Но, к сожалению, это всё в прошлом. Может, ещё будет. Так. В прошлый раз, я не помню где, я показывал формы для льда. Забыл где. 80 гривен. У меня вот такие вот есть ракушки. Очень хорошие. Я доволен. Силиконовые. Наполняете водой. С другой стороны отсюда нажимаете. И лёд выскакивает. А ещё есть звёздочки. Ой, звёздочки уже, видите, такие, что с труду. А, тоже силикон. Понятно. Хорошо. 70, 80, 75, 40 даже есть. 45. Угу. Ну, всё понятно. Всё понятно. Даже такие есть. С любовью. А, вот это, ребята, это ведро для... Для чего? Для ведровой бутылки спрайта. Чешок. Для льда может. Льда насыпать. Ведро для охолоджения пляшек. Ну, и как тут пляшка в Лизе? Ну, шо це таке для пляшек? Вот ведро для пляшек. Вот. Тут пляшка шампанского в Лизе. Да. Ой, а вот этот штопор, ты вообще классный. Такой топчик и всё. И усь всё. Тёрочка ап. Кстати, бюджетная цена. 106 гривен. Разные-разные. Ну, насадки, поняли? Раз, два, три, четыре насадки. Доброе. 70, 55. О, для лайма. Или для ореха мускатного. Доброе. А это шинковка пластиковая. 40 гривен. А это набор. Сразу и этот... Сито. И... Гляньте, не вытяну. И... Миска. Хороший наборчик тоже. Такой пластик, но он, видно, что качественный. Очень качественный. Так, сито. Сито, сито. Ой, чита, чита, сито, дрита. У меня вот такой у бабушки тоже был. Только с ручкой. Белый. 200 гривен. Сейчас модно покупать вот такие вот бутылки. Переливать туда масло. Чтобы не держать. В этих бутылках покупных. 39 гривен бутылка. Ой, тоже для вина. Знаете, чтобы не выставлять бутылку вина на стол. А перелить сюда очень красиво. И эстетично тоже будет смотреться на столе вот такие вот бутылочки. Красиво, красиво. Хотя тоже вином можно перелить. Бутылка, бутылка, пляшка, скляна. Просто пляшка, пляшка, скляна. Декоровано, зовнішнее. Добре. Графины. Графины. Ой, это то, это большие для вина. Я бы сейчас такого, знаете, бокал такого сладкого-сладкого вина бы сейчас выпил. Ой. 170 гривен. Вкусняшка по 100 гривен графины. Аперитивчик. Банка для сберегания. Куча разных банок. Эти по 107. По люминарке. По 340. Ничего себе. Нормально так. Ну классно они придумали. Видите, какая крышка, что можно сверху ставить. Дополнять друг друга. С дозаторами всякими. Ну понятно. А тут можно целую коллекцию собрать. Хотите такую. Хотите такую. На любой вкус. Вот эти красивые тоже. Как ажур. Вот это я понимаю. Сковородка ВОК. Вот это я понимаю, ребята. С крышкой. 7,8 литра. Еще очень-очень давно я на этот набор смотрел. Когда занимался кулинарными всякими этими штучками. Очень классный такой набор, ребята. Гляньте. И сито. И друшлаг. И большая миска. И все складывается. Чтобы у вас было место. Это мерный стакан. Мерный стаканчик. Лопаточки. Все сложили в один набор. И все. Обалденно. Крутой наборчик. Мне понравился. Всем самых экономных покупок. Всем здоровья и мира. Всем пока.